Пран – легенда индийского кино, за 60-летнюю карьеру, снявшийся в 400 фильмах. Ему были подвластны любые роли, от изощренных злодеев до положительных героев. В 70-х годах он был вторым самым высокооплачиваемым актером Болливуда после Радже Шакханны. В конце 90-х журнал Stardust назвал Прана злодеем тысячелетия, за множество прекрасно сыгранных отрицательных ролей. Сегодня, дорогие зрители, мне очень хочется познакомить вас с подробностями из жизни этого удивительного актера, который рассказала в интервью изданию Redif его дочь Пинки Пхалла. Не забывайте ставить лайк и подписываться на канал. Впереди вас ждет еще очень много интересного. Пран родился 12 февраля 1920 года в Пакистане и еще до переезда в Мумбаи снялся в 22 фильмах в отрицательной роли. Вот что вспоминает его дочь. Когда мы были маленькими, то даже не подозревали, что наш отец был таким большим именем в киноиндустрии. Он никогда не обсуждал фильмы дома. На мероприятия и премьеры мы тоже не ходили, лишь иногда посещали праздники его близких друзей. Раджа Капура, Шами Капура, дяди Маноджа Кумара и Дилипа Кумара. Папа с ними очень дружил. В пятом классе нас отправили в интернат. Мои одноклассники знали, что я дочь Прана, но никто не относился ко мне как-то иначе. Я никогда не была с отцом на съемках в Мумбаи, хотя пару раз ездила на съемки на открытом воздухе, в Шиму, когда снимали Восток и Запад, и в Мадрас, когда он работал над миллионом рупий. Наша семья вообще очень редко ездила с ним. Папа всю жизнь мечтал стать фотографом и работал в магазине в Шимле, где изучал фотографию. Затем он отправился в Лахор, где и получил предложение сниматься в кино. Когда он подписал контракт на первый пенджабский фильм, то очень боялся рассказать об этом отцу, потому что тот бы не одобрил. Мой дедушка был инженером-строителем. Когда в газете появилась статья о предстоящем фильме, в котором упоминалось имя папы, он сказал своим сестрам спрятать газету и ни при каких обстоятельствах ее не показывать. К моменту выхода фильма дедушка не возражал, чтобы он снимался в кино. Папа сыграл свою первую положительную роль в паре с Нурджихан в 1942 году. Его родители умерли еще до раздела Индии. У отца осталось три брата и три сестры. Моему брату Арвинду было всего год, когда папа приехал в Мумбаи ночью, 14 августа 1947 года, всего за день до раздела. Он настоял на том, чтобы мама уехала из Лахора из-за беспорядков, поэтому она с сестрой перебралась в Индор. На самом деле, папа никогда не хотел жить в Мумбаи, но не смог вернуться в Лахор. Ему пришлось начать все сначала, и это была настоящая борьба. Мы очень мало знали об этом периоде его жизни, потому что наши родители никогда не поднимали эту тему и ничего не рассказывали. Я знаю, что у них начали заканчиваться деньги. Когда они приехали в Мумбаи, то сначала остановились в отеле, потом пришлось переехать в хостел, а затем искать бесплатные ночлеги. Первым успехом папы был фильм «Упрямство» 1948 года. В течение недели после его выпуска он подписал еще три фильма. Я родилась через 6 лет после обретения независимости. К тому времени родители уже обосновались, но мы все еще жили на съемной квартире. Когда мне было 3 года, папа купил дом. К 1960 годам он стал очень популярным, и его практически никогда не было дома. Но ради нас он всегда брал отпуск. Он научил меня катанию на велосипеде и роликах, много играл в шахматы с моими братьями. Он делал все, что мог, если позволяло время. Он хорошо разбирался в математике и карточных фокусах, прекрасно рисовал и помогал мне делать уроки. У него была фотографическая память, он знал сотни стихов наизусть. Еще он был очень щедрым мужчиной и помог многим людям. Я не могу сказать, какой из фильмов папы больше всего люблю, потому что они мне все нравятся. Он прекрасно владел своим голосом и мог изменять интонацию, если этого требовала роль. Папа перестал сниматься в кино в конце 90-х, когда у него начались проблемы с сердцем. На его 90-летний юбилей в 2010 году мы устроили большой праздник. Позвонили всем нашим друзьям и родственникам, и его друзьям из индустрии. Изначально он не хотел праздновать, но, войдя в зал, очень обрадовался, увидев вокруг себя столько людей. Он сказал моему брату, «Сейчас мне исполнится 100 лет, а потом я уйду. Я просто хочу сказать своему отцу, тебе никогда не уйти. Ты всегда будешь в наших сердцах и душах. Всегда. Тебе никогда не уйти из нашей памяти». Легендарный актер скончался 12 июля 2013 года в возрасте 93 лет, после продолжительной болезни. У него остались жена Шукла, сыновья Арвинты Сунил и дочь Пинки, а также его любимые внуки. Из воспоминаний его дочери Пинки. С вами была Мила, до новых встреч!